Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня, друзья мои, великолепный день для ПТ-водов нашей игры. Вышел набор из целых шести ПТ-шек на продажу по в край выгодной цене и, поверьте мне, надо брать, если вы любитель ПТ советских, пока вам это предлагают. 12 тысяч за шесть тачек. Да, они не все в верхних уровне. И да, этот набор не подойдет тем, кто считает, что жизнь в этой игре царит исключительно, начиная от восьмого уровня и выше. Но факт остается фактом. Экономически это действительно очень выгодный набор, если все шесть тачек вас интересуют. Есть один нюанс по поводу коллекционок и его тоже мы обсудим. Давайте сначала обсудим сам наборчик. Что нам предлагают? Нам предлагают восьмерку, которая стоит в любом случае 7 тысяч голды однозначно. Ну а тот ценник, который максимально объективен, 7 с половиной тысяч, можно, в принципе, за такую цену в голом состоянии 130 ПМ брать себе в коллекцию. В отношении СУ-12244. Очень играбельная тачка на своем седьмом уровне. И я ее оцениваю в 4 тысячи голды смело. Ну а если все-таки более объективно, то 4 с половиной. В отношении Игорька. Игорек на шестом уровне. Тоже тачка довольно интересная. Обладатель орудия, который на голдовых снарядах накидывает больше урона, нежели на базовых. И при этом всем его продавали за 2 с половиной тысячи голды. По-моему, даже за 2 выходил. В отношении СУ-85И. Крайне фановая, веселая и прикольная тачка на своем пятом уровне. Да, пускай не идеально забронированная, ровно как и Игорек, но все же, эта ПТ-ха советская действительно творит порой чудеса в рандоме. И там действительно на пятом уровне можно круто поиграть и пофаниться. Поэтому смело оцениваю данную машину в 1500 золота или даже в 2000 голды. Ну и в отношении СУ-76И и СУ-76И. Это две коллекционки третьего уровня, чисто в коллекцию. Возможно периодически зайти пофаниться, если сможете зайти на третий уровень и вас туда пустит быстрее, нежели за 10 минут. И в целом я бы эти две машины оценил в 1000 золота каждую. В отношении компенсации за коллекционки. Сразу обсуждаем вопрос компенсации и сразу нюанс по компенсациям. Если какая-то из этих коллекционок в вашей коллекции есть, но вы все равно планируете купить набор, знайте. Если эти машины просто продавать, то СУ-130ПМ обойдется вам, точнее не так, обойдется разработчикам, поскольку вы-то продаете, в 3750. Это стандартная цена для наших восьмерок коллекционных на сегодняшний день. В отношении СУ-76И. За нее, если будете ее продавать, вы получите 1000 золота. Ну и если будете продавать СУ-76 обычную, без приставки и сорянчик промахнулся, то за нее вы получите просто баслословную сумму 50 золотых монет. Короче говоря, если правильно все посчитать, то получается 3750, да, плюс 1000 это 4750, 4800. 4800 это в случае, если вы эти машины продавать будете. А вот если вы будете покупать набор и у вас эти танки будут стоять, а точнее ПТшки будут уже стоять в вашем ангаре, то будьте готовы к тому, что компенсация будет на удивление серебром. Поэтому если вдруг у вас есть СУ-76И, за которую 1000 голды вам дают, или 50 голды хотите получить все-таки, а не компенсацию 200 тысяч за СУ-76, то лучше продайте эти машины изначально, а потом уже покупайте набор. Это для того, чтобы получить 1050 с золотом за две этих машины, если они у вас присутствуют. Покупать набор в случае, если у вас есть СУ-130ПМ, действительно невыгодно, потому что СУ-130ПМ это та тачка, которая здесь является центровой, самой важной и по сути самой дорогой. В отношении ценника я посчитал по минимальным ценам за каждую из этих шести машин, и у меня получилось 15500 голды. А просят с вас 12, и при этом всем вы получаете себе легендарные и нелегендарные внешние виды. В отношении легендарных, то только на СУ-130ПМ. Это наш великолепный шрам, ну а все остальные внешние виды, ребята, это просто внешние виды, которые можно встретить на любой другой машине, и они подходят к любым тачкам. Хотя по факту, ну, ценностью не являются, но все-таки все равно приятно. Плюс открытое все оборудование. Короче говоря, как ни крути, ну, однозначно выгодно. Повторюсь еще раз, по моим подсчетам, если СУ-130ПМ, допустим, я считаю за 7000, пишите свое мнение в комментариях, стоит ли она этих денег, я имею в виду 7000 голды, то получается 15,5 косарей за 6 машин, а здесь 12, выгода 3,5. Ну, а если считать по более объективным ценникам, там где СУ-130ПМ, допустим, будет 7,5, как я говорил, то тогда по объективным ценникам данный набор этих машин, я имею в виду просто тачек, без вот этого вот всего, это 18,5 тысяч. То есть, получается, выгода 6500. В любом случае, как ни крути, а набор действительно выгодный, если этих тачек в ваших ангарах нет. Ну, а там дальше уже смотрите, что у вас присутствует, ну и, соответственно, думайте, в этом случае выгодно или невыгодно покупать данный набор. Я думаю, что не стоит проходить мимо СУ-130ПМ, коль мы и так на нее уже смотрим. Давайте возьмем тачку, поедем на ней в бой. Для тех, кто вдруг не знает, кратенько скажу в отношении орудия, а все остальное в бою посмотрим. По орудию классно, приятно, удобно. Частично поворачивающаяся рубка позволяет не дотягивать корпусом, а выцеливать по ходу движения соперника, исключительно пользуясь рубкой, что не увеличивает существенно разброс. В отношении времени сведения вполне комфортно, классно. 3 секунды. По разбросу крайне приятно. 0,312. Реализуемый только на дальних расстояниях ДПМ, потому что вы полный картон и вас очень быстро разберут, если появитесь в засвете, 2630 единиц. При этом время перезарядки 10,5 секунд с учетом досылателя в оборудовании, но все же это вполне нормальная цифра по КД, исходя из того, что за каждый выстрел с пробитием в 245 единиц, чего больше, чем достаточно для восьмого уровня, вы накидываете по целых 460 единиц урона. И плюс к тому, имеете угол склонения орудия вниз целых минус 7. Короче говоря, для любителей кустарной игры ПТ-ха действительно очень классная. Мне лично заходит и играю на ней довольно часто. Ну что, друзья, поехали. Единственное, что сейчас убедимся, чтобы не попасть в Биг Босс. Ну и, соответственно, давайте начинать. Ну что, ребят, поехали. В отношении подвижности, в целом, для ПТ-шки довольно неплохо. Вполне себе нормальная динамика. В отношении маневренности тоже особых нареканий нет. Да, безусловно, хотелось бы, чтобы крутилось на месте как-то пободрее, но это уже, знаете, если прям совсем цепляться. По сведению. Как вы видите, сведение бодрое, классное. Здесь вопросов каких-то нет. Сейчас, если подсветят кого-то, то еще и урона накину в районе 460. Ну давай, Супер Хеллкэт. Не менжуйся, выезжай. Как я тебя не пробил сейчас? Как? Как? 245 единиц пробития. Вы чего, ребят, разработчики? Алло. Верните назад. Верните назад. Я так не играю. Так не должно быть. Там сейчас должен был быть гарантированный урон. Это Хеллкэт. Он картонный. Он семерка. Я не понимаю, серьезно, как это произошло. Сейчас это не вопрос к орудию данной ПТХи. Это вопрос к тому, как у нас работает вот эта вот система подбора твоих шансов. По-другому я это назвать не могу. Пробил, не пробил. Так, братишка, да, я проскочу. Спасибо большое. Отъезжаем назад. Бодрое сведение. Ну и я больше чем уверен, что сейчас я накидываю урон. Пускай даже без засвета, но урончик там точно должен был залететь. Хотя после Хеллкэта даже не знаю, что сказать. Насколько там этот урон будет гарантированным. Дракула, вы не хотели бы задницу немного показать, для того, чтобы я мог выселить того, кто там прячется незасвеченным? Скорее всего, два уже удачных выстрела сделал. Так, вот так вот. Вот так вот меня расшибают. Вот, переехала Сушка, и я больше чем уверен, что он стал под ранком, в том числе и благодаря мне. Ладно, обождем немножко. Сейчас ребята все равно начнут попадать потихоньку в засветы. Мне ехать куда-то напередок, ну, как бы вообще не вариант. По той причине, что я, как говорил, полный картон, и, соответственно, меня будут пробивать просто-таки налегке. Поэтому даже не буду рисковать. Лучше я нанесу меньше урона, нежели благополучно отчалю. Психанул ты, да, парень? Психанул. Я тоже психанул. Я тоже психанул, у меня из-за этого ничего не получилось. Бывает и такое. Едем дальше. Дракула, а что ж ты мимо-то пролетел? Что ж ты оставил? Оставил в тундру нашу. Ну, добери его, что ли, я не знаю. Ладно, не ты, так я. Вот засранец. Ну, быстрее как-то нельзя было шевелить поршней своей. Давай хотя бы тебя доберу. Ты что, всех позабирали, что ли? А как же я? Мне тоже хочется. Мне тоже чего-то хочется. Ну да, если б сильно хотелось, то я бы уже впереди где-то был. Химера. Химера, до свидания. Надеялся, что сдаст назад. Центик. Ты где-то здесь, я это точно знаю. Хотя бы одну тычку я должен тебе дать, правильно? Вот вам 430. Да, не 460, но я бы сказал максимально приближенно. Уже хорошо, уже приятно. Кто кого? Дракула Центуриона или Центурион Дракулу? Ставлю на Цента. Ну, не то чтобы я за своего не болел, но просто объективно. Так, за камешком прячется. Ну, с другой стороны тоже хорошо, я без засвета сейчас кочусь к нему. А значит, теоретически успею тыкнуть ему разок. Привет. Вот и я. Фугас, не вариант. Будем бить базовым. 262. Ладно, улучшаем. Улучшаем свое КД и встречаем гордого товарища из ковбойских фильмов. Немного не дотянул, 59 единиц, но урон я ему нанес. Что мы в итоге получаем? ПТ-ха интересная, ПТ-ха прикольная. Для, как я уже говорил, желательно третьей линии игры, в лучшем случае второй. В отношении возможности постоять за себя с трудом, но периодически действительно может благодаря хорошему урону и вполне себе сносному КД. В отношении моей результативности, да, это не идеальный результат и на ней вполне спокойно можно делать 2500-2800 урона. Гадалки не ходи. Но и такие бои тоже случаются. Я играл максимально осторожно для того, чтобы меня не вынесли, ну и, соответственно, подольше продержаться в бою и, глядишь, где-то что-то зарешать. При этом все, второе место в команде по урону с существенным, правда, отрывом Т-54Е2, но все же, согласитесь, результат неплохой. Хвалим наших союзников, в принципе, уже как обычно, потому что ребята действительно достойны лайка с нашей стороны. Они очень классно отыграли, составили компанию в приятном бою. Ну а в отношении наших соперников они уж тем более достойны уважения с нашей стороны, потому что ребята играли качественно. Да, пускай они проиграли, но мне почему-то кажется, что они сделали все от них зависящее для того, чтобы все-таки победить, но и, соответственно, держались до последнего. Вот такой вот он, герой этого набора, СУ-130ПМ, но разговор даже не о нем, а разговор, в принципе, о самом наборе и моя характеристика по набору следующая в отношении конкретно танчиков. СУ-130ПМ, однозначно классная ПТ-ха, здесь вопросов нет, но будьте готовы, что без брони. СУ-122-44, в свое время на данной ПТ-хе я прошел один из ивентов, на котором основной целью было набивать урон за каждый бой. И там необходимо было за определенное количество боев собрать определенное количество урона. И именно на этой ПТ-шке, на седьмом уровне, я смог пройти этот ивент, потому что 2200 урона на ней от боя к бою можно вполне спокойно делать. Да и плюс к тому, какая-никакая, а все-таки приведенная, пускай, но броня здесь присутствует. СУ-100У, он же Игорек, он же словно известный Сарай. Обладатель интересного орудия, которое накидывает больше урона, нежели базовым, ну, голдовыми снарядами, нежели базовым. И при этом всем урон за выстрел в районе 500-530 на голдовых. Это действительно очень круто, но для фановиков, которые готовы платить серебром за голдовые снаряды, выходя в какой-то ноль по заработку, но получая удовольствие от боев. В отношении СУ-76И, в отношении СУ-76, это действительно тачки исключительно в коллекцию, не более того. Ну и СУ-85И, довольно интересная, фановая, прикольная ПТ-шка на своем пятом уровне, на которой действительно можно порой неплохо повеселиться. Короче говоря, набор действительно годный. И поверьте мне, я это говорю не потому, что мне надо прорекламить, а просто потому, что я всегда говорю правду про танки, но сразу предупреждаю, если вы не ПТ-вод и если вы не умеете играть на картонных машинах, то, наверное, вам все-таки лучше обойти данный набор стороной. Хотя по ценнику действительно очень выгодно. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok